Благодарность в конверте Здравствуйте, я Анастасия Самойлова, это Информбюро, программа «Чистых новостей». И вот под какими грифами сегодняшний день войдет в историю. Гриф «Альтернатива» в Шпаковском районе сегодня запустили котельную, которая работает на соломе. Подробности в материале Павла Индовиского. Гриф «Чистый воздух экономики» – так назвал губернатор края итоги работы антимонопольной службы. Ее Ставропольскому управлению сегодня 20 лет. На праздники побывал Алексей Форсиков. Гриф дождались. Завтра не только температура воздуха опустится ниже нуля, но еще и снежинки полетят. Подробнее в конце программы. Гриф «Крыша едет». Ситуация в селе Новоблагодарном просто не укладывается в голове. Школьники учат алгебру у церковного алтаря. А все потому, что в их школе под конец года чинят кровлю. Родители в шоке, ведь толку от таких уроков ноль. Почему подрядчику переступили к ремонтным работам только в декабре, выясняла Кристина Ревенко. Вместо портретов Пушкина и Лермонтова на стенах в этом классе иконы Божьей Матери и Иисуса Христа. Церковь приютила учеников младших классов на время школьного ремонта. Возле алтаря стоят парты. Доски соседствуют с ликами святых. Учителя дополняют свой привычный дресс-код косынками. Татьяна Васильевна признается, такие условия непривычны для детей, поэтому они отвлекаются от занятий. Учебный процесс практически сорван. Не наше руководство виновата, это то, что сверху виновата, что поставили нас в такие рамки, жесткие рамки, когда у нас нет выбора. Мы просто стоим, что мы должны и обязаны дать детям знания. Вот и все. Под цветом софитов за кулисами занимаются старшеклассники. Их переселили в местный дом культуры. На сцене сразу два класса. Отделяет их весьма символическая перегородка. Простая тканевая штора. Ученики признаются, при постоянном шуме невозможно что-либо понять. Бывает то, что в некоторых помещениях темно и не видно даже, что на доске написано. Походится на экран вставать и подходить ближе к доске, смотреть, что написано на доске. Несколько классов в одном помещении, даже шумно, плохо, что слышно бывает. Родители учеников возмущаются. Дети совсем отстали от программы. В день у них максимум три урока. Остальное время малыши без дела шатаются по улице. Отучились, потом у нас продленку забрали. Мы теперь без продленки сами гуляем, где хотим. Ну, могу сказать то, что у меня ребенок немножко стал хуже заниматься. У него пропало желание ходить в школу. То есть он утром встал уже, вставать нехотя, желания нет. То есть три урока, перемены как таковой нет. В сельской школе сейчас кипит ремонт. Крышу латают практически круглосуточно. Директор объясняет несвоевременность работ. Деньги учебное заведение получило по указу президента еще в начале года. Проблемы начались, когда стартовал аукцион для подрядчиков. Одна организация, которая не попала на торги из-за неполадок с документами, добилась аннулирования результатов. Всю процедуру повторили. И вновь строительная фирма вставила палки в колеса победителям. В третий раз, наконец, была выбрана подрядная организация. Как раз к концу года. Мое такое мнение, что, конечно, если бы не было вот этих аукционов, а нам выделили какую-нибудь строительную организацию, вот конкретную, без аукционов, то уже бы давно это завершили и забыли бы мы. И, конечно, для нас это было бы лучше. Контракт у подрядной организации заканчивается 25 декабря. Именно тогда, утверждает директор, дети пойдут в школу. Однако не все сразу. Пока строительные организации мерялись силами, школа стояла без крыши. И теперь уже во всех классах на втором этаже нужно делать капитальный ремонт. Кристина Ревенко, Информбюро, Селонова Благодарная, Придгорный район. А сегодня на скамье подсудимых оказались два уроженца Дагестана. Мужчин обвиняли в рабовладельчестве. Из республики Казахстан в Ставрополь-Назаработке они пригласили наемных рабочих. Им пообещали много денег и приемлемые условия труда. На деле никаких золотых гор не оказалось. У семерых разнорабочих забрали документы и заставляли пахать на стройке с утра до вечера. Потом их вывозили на дачу, где за каждую оплошность жестоко избивали и издевались. Одному из потерпевших однажды вилкой прокололи щеку насквозь. Другого после избиения мужчина был весь в крови. Заставили целовать номер автомобиля. Иногда даже устраивали целые бои, когда сами рабовладельцы злоупотребляли спиртным. А такое бывало очень часто. Вместе с друзьями начинали бить потерпевших всем, что попадется под руку. Рабочих кормили одними макаронами и не разрешали купаться. Из-за чего у некоторых потерпевших тело покрылось болячками. Между тем, никто свою вину не признал. А суд вынес приговор. 5,6 лет колонии общего режима. Гриф «Альтернатива». Нашим ответом «Газпрому» назвал губернатор края Валерий Гаевский новую котельную установку, запущенную сегодня в поселке Снисх Шпаковского района. Чтобы отапливать этот небольшой населенный пункт, голубое топливо больше не нужно. Вот такие вот пилеты, изготовленные из прессованной соломы, отличный источник энергии, способный заменить газ или мазут. Подробности у Павла Яндовицкого. Валерий Лукьянов – разработчик новой котельной установки. Рассказывает, его компания раньше трудилась в северных регионах, в основном в тех населенных пунктах, где нет газа, но есть лес. В качестве топлива использовали дрова с прессованной опилки. С соломой столкнулись впервые. С соломой мы сталкиваемся впервые, поскольку разработчики соломиных предметов, поскольку я знаю, Алексей Анатольевич, это впервые в России? Нет. На Одессе, в Ставропольском крае это впервые. Мы были приглашены для того, чтобы осуществить поставленные задачи в домах. Процесс подачи топлива полностью автоматизирован. Оператор отслеживает основные показатели работы котельной, сидя за монитором компьютера. Сегодня установку запустили в эксплуатацию. На кнопку нажал губернатор края Валерий Гаевский. Котел запущен. Теперь его мощности хватит, чтобы отапливать полтора десятка многоквартирных домов, два садика и две школы. И все это благодаря вот таким дровам. Через специальный глазок можно посмотреть, как они горят. Мы сделали хороший шаг в экономику завтрашнего дня. Можно долго и запретать вечный двигатель. А вот альтернативные, самое главное, возобновляемые источники энергии нам нужны здесь и сейчас. Здесь и сейчас. И нужны позарез. Потому что все мы знаем, как галлопируют цены на традиционные источники энергии, на нефть, на газ. Трудно сейчас сказать, насколько их хватит на нашей матушке земле. Ну, может быть, на нас еще, на наших детей и внуков хватит. А что дальше делать, надо об этом думать. Такой вид биотоплива, говорили сегодня, для нашего сельскохозяйственного края отличный выход. Соломы после уборки хоть отбавляй, а после ее сгорания образуется зола, которую можно отправлять обратно на поля, уже как удобрение. Солома, которая у нас миллионы тонн остаются на наших полях после уборки, или заделываются в землю, или же сжигаются прямо на полях. Теперь мы эту солому будем сжигать у себя на наших котельных, пользуясь дешевым, практически бесплатным топливом. В дальнейшем эксперимент продолжат. Со временем такие котельные планируют построить и в других населенных пунктах края. Разработаны и большие установки для отопления отдельных социальных объектов и частных домов. Павел Гендовицкий, Юрий Корниенко, Информбюро, Шпаковский район. На заседании регионального полицовета партия «Единая Россия» сегодня подводили итоги прошедших выборов. Главное, что партия победила, отметили на полицовете, 37 мест в Краевой Думе заняли единороссы. Но выводы на будущие президентские выборы тоже сделали. Касались они оппозиции. По мнению единороссов, ярлык жуликов и воров на них повесили незаслуженно. И на такую предвыборную кампанию оппозиции уже на выборах президентских будут отвечать. И в первую очередь делом. Наш уклон будет сделан на местное региональное законодательство. Потому что из Москвы прямыми федеральными законами часто невозможно увидеть специфику регионов, в том числе специфику Створопольского края. Она у нас есть. И вот в таком качестве мы, думаю, что не разочаруем наших избирателей. Особенно это вопросы миграции, вопросы пребывания, проживания, качества жизни, зарплата, коммунальные платежи, медицинское обслуживание, образование. Гриф итоги. Почти год. Экс-милиция живет с новым именем полиция. Изменили название ведомства, перебили таблички на дверях кабинетов. А поменялось ли что-то в работе самих полицейских? Больше ли преступлений раскрыли в этом году? На эти вопросы журналистам ответил главный полицейский края. Олеся Мелехова с подробностями. Первой темой пресс-конференции стал закон о полиции. Обсуждали его долго, но в силу он вступил 1 марта. Чтобы носить почетное звание полицейский, сотрудники этого ведомства должны были пройти переаттестацию. Сделать это смогли не все. Итог – минус 10% кадрового состава. По многим критериям отбирались сотрудники для работы в полиции. В первую очередь оценились их профессиональные качества, их заслуги перед обществом, перед населением, перед органами внутренних дел. Каждый сотрудник заполнял декларацию о доходах. То есть эти вопросы тоже смотрели. Юрий Алтынов рассказал, сокращение в рядах полицейских уменьшили и без того немногочисленный состав сотрудников МВД. Особенно не хватает в крае постовых. Их работа нелегка, но очень важна. Большинство преступлений как раз и происходит на улицах. Несмотря на то, что численность сотрудников полиции уменьшилась, качество от этого не пострадало. В этом году преступность в крае снизилась на 4%, рассказал Юрий Алтынов. Тяжких преступлений, убийств и краж стало меньше. Но вот правонарушений в этом году раскрыли всего около половины. Зато коррупционеров стали ловить больше и чаще, в том числе и среди своих. За текущий год выявлено гораздо больше коррупционных проявлений, где участвовали в том числе и представители органов власти. Если говорить о среднем уровне взятки, то она составляет примерно 50 тысяч рублей. Активную работу в уходящем году вели полицейские среди диаспор края. И танцевать ночью лесгинку, утверждает главный полицейский Ставрополья, в крае перестали. Олеся Мелехова, Андрей Чернов, Информбюро. Гриф «Чистый воздух экономики». Так губернатор края отозвался о работе антимонопольной службы. Ее Ставропольскому управлению сегодня исполнилось 20 лет. На праздники побывал Алексей Форсиков. Наша служба и трудна, и видна, говорили на торжественном собрании. 20 лет работы в крае. История службы сравнима с современной историей страны. Одна из ее задач – перевод экономики на современные цивилизованные рельсы. Именно вы стоите на страже одного из самых главных ресурсов развития края, развития страны. Защищаете чистый воздух экономики. Здоровую конкуренцию. Здоровую конкуренцию. Антимонопольная служба помогает умерить аппетиты больших корпораций, например, при подключении предприятий к энергосетям и газу. Этому есть много положительных примеров. Успешно были раскрыты и ценовые сговоры, когда цены на топливо стали расти сразу на всех автозаправках. Заговорщиков приструнили, а цены на бензин удается сдерживать на самом низком уровне во всем Южном регионе. Но это только одна из сторон работы антимонопольщиков. Наиболее заметная ее часть – борьба с нарушениями закона о рекламе. Ставропольцы хорошо помнят белые силуэты на асфальте и надпись «Мама мыла раму». Это оказалось рекламой, причем серьезными нарушениями. Не в меру креативный рекламодатель был оштрафован. Обращаются за помощью и обычные люди. Геннадий, которому по работе очень часто нужен выход в интернет, больше года назад купился на громкие рекламные обещания одного оператора сотовой связи и купил себе беспроводной модем. Однако скорость работы была очень далека от заявленной. В процессе эксплуатации, когда это выяснилось, мне пришлось вернуть этот модем, за что я получил денежные средства, затраченные на него. Ну, так как у меня коллеги и все пользуются интернетом, я не хочу, чтобы они поймались на ту же удочку, которую подловили меня в этом салоне сотовой связи с их рекламой. Поэтому я обратился в антимонопольный комитет, где приняли мое заявление, рассмотрели и приняли меры. Рекламу признали нарушающий закон и запретили ее. И таких примеров работники антимонопольной службы могут привести множество. Иначе не получали бы почетных наград от губернатора. Алексей Форсиков, Илья Аладин, Информбюро. А впереди новости экономики и бизнес-блог программы. Северный Кавказ способен прокормить себя сам. Такое мнение высказал Владимир Путин в заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского округа. Оно прошло накануне в Чеченской республике. Участники обсудили ситуацию на рынке труда региона, меры по повышению занятости населения, развитию малого бизнеса и реализации инвестпроектов. Владимир Путин подчеркнул, что регионы Северного Кавказа сейчас совершенно зависимы от дотации федерального бюджета. Они способны прокормить себя и самостоятельно. При условии справедливого распределения налогов между федеральным центром и регионами. Особенно это касается монополий, которые работают по всей стране. Но налоги платят в столице. Эту ситуацию власти собираются изменить. В наступающем году на Северном Кавказе будут реализованы проекты общей стоимостью более 400 млрд. рублей. Об этом на совещании заявил глава Минрегиона России Виктор Басаргин. Речь идет о 135 инвестпроектах, включенных в стратегию развития СКФО до 2025 года. Сотни из них уже реализуются. По остальным работы начнутся в будущем году. Министр предложил создать комплексную информационную систему для обеспечения инвестиционной деятельности. Он отметил, что такая система предоставит возможность оперативного информирования инвесторов, обеспечит мониторинг всех процессов и будет способствоваться снижению административных барьеров. Инициативу поддержал и Владимир Путин. Глава российского правительства напомнил, что уже сейчас отобраны 44 инвестпроекта, которые получат государственные гарантии по кредитам. Их реализация позволит создать 17 тысяч новых рабочих мест. Однако контроль за эффективностью использования выделяемых госресурсов недостаточен, и его нужно усилить. Не обошли вниманием и малый бизнес Северного Кавказа. Министр экономического развития России Эльвира Набиулина отметила, что его развитие – приоритет для регионов округа. А самая важная задача в этой сфере – рост числа предпринимателей, вовлечение в эту деятельность молодежи. Темпы прироста малых компаний должны равняться 10-15%, чтобы догнать среднероссийские показатели. Главный инструмент здесь – региональная программа развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Обсудили также и вопросы имущественной поддержки. Предприниматели округа выкупили под действующей льготной схеме всего 452 помещения. Это лишь 1% от общероссийского объема. Среди мер поддержки малого бизнеса участники совещания предложили заменить субсидирование доступным кредитованием, увеличить капитализацию гарантийных фондов поддержки и развивать в округе сети бизнес-инкубаторов, техно- и промышленных парков, которые бы специализировались на конкретных видах экономической деятельности и могли дополнять друг друга. Также на заседании было рекомендовано создать региональный центр поддержки компаний-экспортеров. Он должен заниматься маркетинговыми исследованиями, подготовкой обзоров зарубежных рынков, продвижением информации об экспортерах в СМИ и организационной организации международных деловых миссий и выставок как в России, так и за рубежом. И в заключении курса валют. Долларбанки сегодня покупали за 31,15 рубля, продавали за 31,85 рубля. Еврокурс покупки 40,70 рубля, продажи 41,47 рубля. Курс валют, установленный Центробанком на завтра, 1,31,26 рубля, 40,89 рубля. На сегодня это все бизнес-новости. Прощаюсь с вами и желаю удачи в делах. И время поговорить о погоде. Я передаю слово нашим уникальным метеоблизняшкам Маше и Даше. Здравствуйте. Это единственный в мире синхронный прогноз погоды. Сегодня ночью в территории края около нуля. Затров Ставрополь и Номыске пасмурно. Днем 3 тепла, вечером минус 2,5. Города Кавказских реальных вод облачно, небольшой снег. Днем минус 1, вечером 4 мороза. Ветер уговосточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. С вами были Маша и Даша. Хорошей погоды. Пока-пока. И напоследок приятная новость для нашей телекомпании. Сегодня оператор СТВ Николай Попов стал папой. У него родилась девочка. Мы от души поздравляем нашего коллегу и желаем здоровья малышке. А все видео нашей программы вы сможете найти на сайте stv.rf. Смотрите наш первый краевой спутниковый круглосуточный канал СТВ плюс в Трикалоре. Заходите к нам на сайт stv.rf и обязательно звоните. Поможем. Телефон нашей редакции в Ставрополе 351345. А у меня все. Вы смотрели информбюро программу чистых новостей. С вами была Анастасия Самойлова. До свидания.